Чем теперь заниматься, с кем проводить свободное время? Этими вопросами все чаще задаются люди преклонного возраста, выйдя на пенсию. И здесь на помощь приходит серебряное волонтерство, которое помогает не только найти занятия по душе и завести новых знакомых, но в первую очередь наполнить смыслом свой ежедневный досуг. Наиболее активное движение развивается в Няндаме, где и прошел первый областной семинар серебряной волонтеры «Возраст преимущества». Более 150 волонтеров из Архангельской области, а также Москвы и Санкт-Петербурга съехались в Няндаму, чтобы поделиться опытом друг с другом. Людмила Зарубина в этом движении уже третий год. Говорит, с ужасом думала, чем будет заниматься после выхода на пенсию. Сегодня не только нашла себя, но и заражает оптимизмом окружающих. Волонтерство, что дает человеку, я думаю, что дает оно самое главное – радость жить. Мы заняты, мы удовлетворены тем, что мы помогаем кому-то другому. Мы стремимся к тому, чтобы научиться чему-то у других волонтеров других областей. Няндамцы представили на Всероссийский конкурс по формированию центров серебряного волонтерства свой проект, который вошел в число победителей. В следующем году на его реализацию из федерального бюджета выделят более 470 тысяч рублей. Местным волонтерам уже 9 лет помогает Центр социальных технологий «Гарант». Новый проект не стал исключением. С каждым годом таких проектов становится все больше, и все больше людей понимают и находят себя вот в серебряном волонтерстве. Мне кажется, что это очень важно, потому что люди, особенно выходя на пенсию, часто теряют многие социальные связи и запираются дома. Им кажется, что жизнь, интересная жизнь кончилась, и серебряное волонтерство – это как раз возможность проявить себя по-новому. В рамках пленарного заседания «Волонтерское движение как вектор развития российского общества» было подписано соглашение между Няндамским центром соцобслуживания и некоммерческой организацией «Серебряный возраст». Кроме того, все могли участвовать в тренингах, мастер-классах, провели круглый стол по развитию волонтерства и добровольчества. Тот опыт, который здесь есть, сегодня изучают и смотрят все наши коллеги из всех муниципальных образований Архангельской области и радуют то, что приехали наши коллеги из других регионов нашей большой Родины. Завершился семинар церемонии награждения премии «Человек доброй воли-2019». Алексей Шемякин, Александр Зоев, Регион 29.